Привет, меня зовут Алексей Лев. На фестивале я, наверное, являюсь каким-то таким немножко идейным вдохновителем. Закидываю идеями организаторов, чтобы они мучились потом. Весело было. Аня, значит, говорит, поехали я тебя познакомлю с ребятами, с художниками. Аня, говорит, там где-то на берегу. Вот, проезжаем мы в Светлогорск, и тут такая в краске Сима на лестнице висит. И себя рисует на стене. Говорит, вот это наши художники, вот они запечатлели себя в стене. Ну, так вот, так и началось. И через оригами мы вошли в этот фестиваль, чтобы показать, что то, что мы делаем, бесконечно, безумно красиво. Корабли, которые были в прошлом году, и в этом году вот у нас лес, поэтому у нас кораблики превратились в зайцев. Ну, алиса в стране чудес, зайца лес, вот. Поэтому бесконечные возможности материала, видите, оригами это искусство складывания с бумаги, а мы сумели сложить пластик. Я думаю, что это вот как раз нора, что зайца роет нору, и если в нее нырнуть, можно увидеть основополагающие какие-то вещи. То есть корни деревьев можно увидеть там, да. И символически это, конечно, вот те зайцы, которые хотят добиться, что-то, наверное, переосмыслить и переделать в этом мире, зная, что там внизу, кто-то через слово, кто-то через, ну, голос, кто-то, ну, вот у меня через руки, и это энергии. И преобразователи вот этого невидимого через свой опыт, через свои знания в реальный мир. Мы приемники, мы приемники каких-то божественных, красивых вещей, как вот музыку пишут. Все, на самом деле, музыканты говорят, что не я пишу. То есть иногда есть даже ощущение, когда ты что-то делаешь, что твоей рукой кто-то водит. То, что я придумал и то, что я даже не придумал, вот взял, сформировал там из Вселенной, да, дает людям более быстрый путь к самопознанию для того, чтобы всю остальную, оставшуюся жизнь, вот, он созидал и работал над собой. Вот так вот. Во-первых, одно название, да, говорит о том, об этом, море внутри. Это же выражение про себя, что у каждого человека есть море внутри, что в нем целое Вселенное, не просто море, там целое Вселенное. Вот, и вот этот фестиваль, он дает людям опять, учит их останавливаться и находить в себе эту Вселенную. Это очень круто. Хотел рассказать еще одну историю. Мы когда-то проводили новогоднюю елку, ну, в общем, события не очень было, потому что дети приехали, моряков, которые погибли, лодка Курск, и мы для них новогоднюю елку в Москве делали. И нужно было выйти и показать, что чем ты занимаешься, чем я вот бумагу хочу, ну, в телевизоре, и вот как. Я придумал номер, который я теперь показываю, и все вообще балдеют, потому что мы взяли белую бумагу, и я говорю, сейчас с помощью этой бумаги мы ваши все сокровенные желания исполним. И они складывают, значит, кулечки вот так вот, все эти 300 человек сидят такие, это самый зал, вот, родители там, т.д. И говорю, и теперь туда нужно загадать желание. Загадываем так вот, закрываем, а я с сачком вышел. Мы врудаем, значит, синий цвет такой, вот этот вот, выключаем свет, дискотечный синий, включаем, и белая бумага начинает светиться. Я говорю, и теперь это превращается в комочек. И тот, кто попадает в сачок, и все такие... У того сбудется его желание. И дети так, 300 вот человек бросают это все через зайу, летит вот так вот. И не долетает до этого сачка, и выбегают дети, там, один или двое, и начинают докидывать в этот сачок. Я вот эту историю рассказываю, чтобы все их желания сбылись. В общем, я хочу, чтобы все ваши желания сбылись. как бы дед мороз уехал я еще здесь поэтому загадываете до швыряйте море внутри это я